привет всем сегодня речь пойдет о драйвере jazway я немного расскажу о нем и немножко отремонтируем его сейчас в общем я занимаюсь ремонтом светильника jazway 40 ватт с двумя драйверами один драйвер неисправный у меня есть условно исправный драйвер вот он почему условно как мы можем видеть на нем есть вот такая вот припухлость давайте вскроем скрываем термоусадку и что мы видим мы видим вытекший электролит и вздувшийся конденсатор последнее время попадаются все вот такие драйвера это видимо драйвера нового типа светильниках светодиодных jazway сам драйвер реализован на двух интегральных микросхемах первая микросхема это понижающий шим контроллер вторая микросхема это у нас стабилизатор тока встроенным мосфет транзистор на плате еще имеется вот такая штука похожая на импульсный трансформатор но это не трансформатор это дроссель здесь одна обмотка 19 ом не знаю почему но здесь он обозначен не буквой или как обычно обозначаются дросселя а буквой т а теперь самый сок этой гениальной сборки китайской я всегда хайл драйвера светильников jazway за вот эти вот микросхемы стабилизатора тока которые постоянно вылетают но сейчас китайцы сделали просто что-то я не знаю как это назвать я отпаял конденсатор чтобы можно было видеть микросхем а теперь давайте посмотрим на драйвер с конденсатором это просто радиотехническое ублюдство те кто создавал вот эти драйверы они просто переплюнули своих предшественников это просто нечто если раньше драйвера у драйверов одна была проблема теперь они удачно создали дополнительную проблему раньше у драйверов светильников jazway всегда была единственная проблема это всегда вот эти вот микросхемы которые горели да теперь еще с конденсаторами беда я не думаю что люди создавшие этот драйвер настолько тупые скорее всего речь идет в жадности китайцы просто создают все более и более низкокачественный ширпотреб чтобы это все ломалось они просто уменьшают срок службы этих драйверов целенаправленно другого объяснения я просто не могу найти наша микросхема это стабилизатор тока это силовой элемент и представляете на силовом элементе который греется лежит конденсатор сейчас вот он отогнут а когда одета термоусадка он прям вот так вот лежит на ней представляете силовой элемент нагревается и греет постоянно греет конденсатор электролит наш вскипает и мы видим такие вот вздутия это равносильно тому что схеме есть силовой транзистор и мы к этому транзистору прикручиваем выходной конденсатор из этой же схемы в качестве радиатора вот так это было бы не так уж страшно если это было бы единичный случай это у каждого второго драйвера случается вот такая вот ситуация вот еще вот они их полно так это все выглядит разводку платы можно было сделать как-то по-другому но они сделали именно так поставили силовой элемент прям под конденсатором и как бы эту проблему решить эту проблему решить можно если у вас 20 ваттный светодиодный светильник здесь два концевика и только в одном находится сам драйвер можно было отпаять конденсатор проводками и термоклеем вывести вот сюда проводки а вот здесь закрепить наш конденсатор на термоклей это бы решила проблему но как поступить 40 ваттным светильником ведь там в обоих концевиках находится драйвера поскольку 40 ваттный светильник там разделена планка на две части и питается каждая от своего драйвера то есть места свободного там нет чтобы куда-то вывести этот конденсатор по его и наш конденсатор паяем наш конденсатор долго думал я что сделать думал и стекла ткань наклеить или слюду но решил я по-другому сделать я припаял конденсатор таким образом чтобы он был в натяг то есть выдвинул ноги конденсатора и теперь он не касается он натянут выставил максимальный размер из возможного от микросхемы чтобы наш драйвер впритык влазил танцевик это был простецкий ремонт новых драйверов светильников jasway также я высказал свое мнение по поводу этих новых драйверов высказал варианты как можно лечить эту проблему с нагревом конденсатора ну и на сегодня заканчиваю кому понравился видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем пока